Речь в разговоре с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым зашла о сложности подключения к инженерным сетям. В первую очередь водоснабжению и электричеству. Компании, контролирующие этот рынок в регионе, по сути, выкручивают бизнес-руки, сказал Кондратьев. И без помощи федерального центра здесь не обойтись. Проблема, которую необходимо решать, повышение стоимости технологического присоединения к энергическим сетям и нехватка необходимых мощностей. Вот эти вот естественные монополии, которые сегодня опять выставляют непонятные цены или просто говорят об отсутствии лимитов, они тормозят или даже лишают возможности развития стройиндустрии в крае, как и в целом развитие экономики региона. То есть естественные монополии – это неестественная боль для экономики. Помимо того, что сетевым компаниям нужно сбавлять обороты в выставлении условий для бизнеса, необходимо развивать собственные инфраструктурные мощности для промышленных производств, добавил Кондратьев. В крае это создание индустриальных парков – площадок для бизнеса со всей готовой инфраструктурой. Вы абсолютно правильно сейчас реализуете стратегию индустриальных парков. Это как раз один из способов удешевить для инвестора свои инвестиции с точки зрения распределения этих затрат на всех участников. Я имею в виду создание генерирующих мощностей непосредственно в индустриальных парках, не дожидаясь каких-то особых условий, льгот со стороны сетевых компаний. Здесь же в Осюринской Кондрате вместе с министрами ЖКХ и промышленности побывали на заводе по производству газобетонных блоков. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.